Если у меня будет личная машина, я никогда не буду страховаться в этой компании. Это крик души. Галина Казьменко говорит, целую декаду обиваю пороги ингостраха. Казалось бы, тривиальная задача. Страховка авто, но проблем уйма. Получить страховку очень проблематично. Бились на протяжении двух недель. То есть заранее было сказано, мы заранее пришли сюда, нас не пустили, просто написано технический перерыв, даже и разговаривать не стали. На протяжении 10 дней мы сюда ходили, ходили и ничего не добились. Сказали, приходите через 5 дней, приходите через 7 дней. Ну, в общем, в итоге. В итоге на входе одной из ведущих страховых компаний красуется такая табличка. Дверь закрыта, хотя внутри продолжает кипеть работа. Последние новости из внутренней жизни офиса нам сообщают посредством телефона. Видимо, чтобы не встречаться со съемочной группой и не дать возможности нам попасть внутрь, входную дверь сотрудники так и держали закрытой. Людей, как нам удалось узнать, опять же по телефону выводили с другой стороны. В итоге для Галины Казьменко все закончилось положительно. Ей сделали страховку в рукописном варианте и дороже обычного. Но она и этому была рада. Потом я не знаю, кто вышел, управляющий или кто, сказала, что выдадут страховой полюс, написанная рукописно, не печатная, не на компьютере. Соответственно, значит, будет он действовать, как и все остальные. Но по коэффициенту единицы. То есть без скидок, безо всего. Люди пошли даже на это. Но два или три человека все равно ушли, потому что суммы запредельные были. Но у нас не было выхода, мы все равно как бы застраховались. О проблемах с ОСАГО заявили во многих компаниях. Страховщики заявляют даже об отсутствии бланков. Ситуацию вокруг полюсов ОСАГО нам прокомментировали в другой страховой компании Югории. Несмотря на то, что она носит статус государственной, с бланками здесь также беда. В данный момент страховая компания Югория не может обеспечить бланками ОСАГО всех потенциальных клиентов в связи с их ограниченным количеством. Бланков не хватает из-за повышенного спроса, добавляют страховщики. Многие страховые компании уже ушли с рынка, оставив после себя сотни тысяч бесхозных клиентов. Спасибо.